МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сообщили наши источники в СБУ, обыски могут быть связаны с имущественными вопросами. В 2016 году мэрия приобрела ООО авиакомпании Одесса объекты недвижимости в строении за 146 миллионов гривен. Стоимость приобретения якобы в 12,5 раз превышает стоимость имущества, зарегистрированного на ООО в 2010 году. В Одессе двое неизвестных убили коммерсанта. Нападавшие проломили мужчине голову, а тело погибшего сожгли вместе с его авто. Уже известно, бизнесмен занимался валютными операциями. Как считают в полиции, именно его профессия привлекла внимание преступников. Три часа дня. Тупиковый переулок в районе дачи Ковалевского. Местные жители снимают на телефоны горящую иномарку. Обалдеть, какой Лексус был хороший. В сожженной дотла машине страшная находка. Спасатели достают из салона обгоревшее тело мужчины. Трупные шли. Обгоревшие. Обгоревшие. На заднем сидении. Выли конец, чтобы из деда подожди. Лев и Сергей столкнулись с пироманами нос к носу. Они рассказывают, видели двоих незнакомцев. Те убегали от горящего авто. Оба молодые, спортивные и в неприметной одежде. Вот сюда заходим. Шли такой хлопок, как будто выстрел. Какая серёга, что-то не то, знаешь. Отсюда два подставят, молодых таких. Стараются капюшоны надеть. Я быстро сюда за угол, где машина стоит, уже две открыты горит. Задержать поджигателей одесской полиции не удалось. Пока правоохранители установили личность погибшего. Мужчине 31 год. Он предприниматель, занимался обменом валюты. Нам проверяется несколько версий скояния указанного злочину. Это одна из версий как пограбование, а другая версия повязана безпосредственно с профессиональной деятельностью данного человека. А вот жители переулка более всего поражены дерзостью преступления. Говорят, раньше здесь уже жгли машины. Но хотя бы делали это ночью. Теперь убивают и поджигают, не прячась. Прямо посреди дня. Юлия Федорова, Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Большой пожар в промзоне на улице Стекольной. На территории завода железобетонных изделий горели мусор и шины. Огромный столб черного дыма было видно из многих районов Одессы. Что стало причиной возгорания, расскажет Анастасия Кожушка. Сообщение о пожаре поступило около половины первого дня. На место сразу же прибыли спасатели. Пять машин специальной техники и 20 человек личного состава тушили возгорание на протяжении двух часов. Сообщения поступали из разных источников, но конкретно о адресе не было ничего сказано. Поэтому сложность прибытия, своевременности прибытия заключалась в том, что не знали на территорию какого предприятия заехать. Горело полуподвальное помещение. Оно захламлено мусором, покрышками и старыми сухими деревьями. Возможно, это и стало причиной черных клубов дыма. Площадь, общая площадь пожара составила 50 метров квадратных. Высокая температура. Также в связи с тем, что произошло возгорание битумных изделий, был подан ствол ГПС-600, а также один огнетушащий ствол. К счастью, погибших и пострадавших нет. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, 7 канал. Абсолютным лидером аттестации депутатов городского и областного советов стала Анна Познякова. Она получила наивысшую оценку пятерку от Комитета избирателей Украины и одесских экспертов. Депутаты облсовета аттестацию прошли хуже. Отличников среди них нет. А вот четверки получили Анатолий Урбанский, Юрий Дымчогла, Александр Барский и Андрей Вашов. Специалисты Кио и представители общественных организаций, а также СМИ, мониторили работу народных избранников седьмого созыва в Одессе и восьми районах области. Всего исследовали деятельность свыше 800 депутатов. По общим оценкам и в городском, и в областном совете больше всего двоечников. По количеству негативных оценок экспертов первое позорное место у промырской партии. Есть целый ряд депутатов, которые по нашей оценке получили среднюю три, а эксперты также их оценили в один балл. Это Юрий Круг, Дмитрий Палпатин, Светлана Асауленко, Сергей Страшный, Олег Брындак и Дмитрий Пеструев. Мы будем подобное оценивание проводить ежегодно, вплоть до выборов, с тем, чтобы с одной стороны избиратели могли иметь больше информации о деятельности своих избранников и в первую очередь больше объективной информации, и чтобы депутаты могли иметь альтернативную точку на свою деятельность. Отличникам вручили награды, но остальным аттестованным депутатам рекомендации для работы. Отмечу, что работу оценивали по нескольким критериям. Среди них наличие информации о себе, о том, где депутат может встретиться с избирателями, а также посещаемость пленарных заседаний, обнародование декларации, голосование за спорные проекты. В Черноморске люди вынуждены жить в доме-призраке. От компании строить их снаб-многоэтажку начали строить в 2004-м. Так и не закончили, но при этом умудрились сдать в эксплуатацию. Покупатели квартир судятся с недобросовестными застройщиками, обивают пороги местного горосполкома с просьбами о помощи и замерзают в непригодном для жилья долгострое. Этот черноморский долгострой пережил смену названия улицы и даже города. Но обещанных компаний строить их снаб-квартир, их фактические владельцы так и не дождались. То, что застройщик предложил для заселения, невозможно назвать квартирами под ключ. Однако строить их снаб каким-то образом все же умудрил создать долгострой в эксплуатацию. Декларацию о готовности объекта размахивает везде, показывает, что дом готов к эксплуатации. Вот можно убедиться, что тут не то что его, ну с отоплением вопрос обстоит очень печально, его просто нет. Оно просто даже не смонтировано еще, его просто нет. Помимо этого в этом сданном доме, в котором есть декларации, все инстанции признали, что он готовен к эксплуатации и проживанию в нем людей, отсутствуют лифты, элементы фасада, окна, двери. В общем, вот это моя квартира, по сути, под ключ, в которой должно быть все, даже счетчики, и включая межкомнатные двери, линолеум, и даже электроплита. То есть это все, за что я оплатила в полном объеме. В доме более полутысячи квартир, почти 30 семей въехали в каменные коробки, поскольку за десятилетия долгостроя деньги на съемное жилье иссякли. Люди мерзнут, но не теряют надежды призвать к ответу недобросовестного застройщика. Идут суды на миллионы гривен, как один из способов заставить компанию «Стройтехснаб» выполнить свои обязательства перед покупателями квартир. Однако люди сомневаются в справедливых судебных решениях и перспективах завершения стройки очередным кризис-менеджерам. 20 тысяч долларов, грубо говоря, за суды у него есть платить. Раздавать всем судям, как он утверждает, каким-то образом спонсировать их, у него есть возможность. Но опять же, это с его слов. С его слов, при том, который он говорил не тет-а-тет, а есть много свидетелей этих разговоров. Суд почему-то посчитал стоимость квартиры для расчета неустойки на момент заключения договора. То есть это 230 тысяч гривен. То есть на сегодняшний день это 10 тысяч долларов всего лишь. То есть двухкомнатная квартира 75 квадратных метров на сегодняшний день стоит 10 тысяч долларов. Владельцы квартир в доме столкнулись еще с одной проблемой. Дом призрак, потому что люди на сегодняшний день даже через суд могут не получить право собственности на те квадратные метры, которые они приобрели. Потому что не присваивают адрес, нет реестра. Ничего не понятно. Долгострой превратил жизнь людей в постоянную борьбу. Во многих семьях, купивших квартиры, родилось уже не по одному ребенку. Голые стены мало похожи на детские комнаты. Зато на них пишут объявления предприимчивые строители. Кстати, тоже обещают выполнить работы под ключ. Два года после боев под Мариуполем в библиотеке имени Грушевского презентовали книгу «Широкая антикооперация». Это три десятка воспоминаний. Тогда полк Азов потерял 10 человек, трое из них и десятые. Больше об этом расскажет Мария Мальхасан-Али. Марк Мельник показывает книгу «Широкая антикооперация». Это воспоминания 30 человек, которые ровно два года назад принимали участие в боях под Мариуполем. Я не был посередним участником МИИ, потому что, когда я приехал из отряджения на базу в Деницькой области, то я оставил пустую базу и сначала не было понятно, что происходит. Я потом узнався, что напередодня у всех были собраны мобильные телефоны, собраны роутеры, чтобы не было витоку информации. И рано в ранее началась эта операция. Как известно, она была совсем неочекана для врага. И враг был откинутый сразу на десятки километров на сход. Мы приехали в самом конце «Широконской операции» для поддержки наших ребят. Но, к сожалению, уберегли немногих. Вернее, многих ребят потеряли. Хороших ребят. Тогда украинские военные отвоевали пять населенных пунктов. Линия фронта сместилась, а террористы больше не могли обстреливать Мариуполь. В операции участвовали полторы тысячи бойцов полка АЗОВ. Погибли десять. В их числе и трое одесситов. Им и посвятили последние страницы. Главная цель книги – показать украинцам, что у нас достаточно мотивации, чтобы отстоять свои земли. Широкинскую операцию выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Издатели обещают подарить несколько библиотекам и общественным организациям. Марья Мальхасан Али, Валентин Мирза, Седьмой канал. Попытка суицида или невнимательность. В сети появилось видео с регистратора, где двое подростков – парень и девушка – стоят у обочины. А когда загорается красно, девушка резко перебегает дорогу, едва не попав под колеса машины. Я напомню, школьники массово вступают в соцгруппы, где их склоняют к суициду. В Одессе киберполиция выявила более тысячи подростков, вступивших в так называемую группу смерти. Новая услуга от центров МВД. Теперь в них можно получить международные водительские удостоверения. Их выдают в сервисных центрах МВД без сдачи экзаменов. Чтобы получить такой документ, достаточно предъявить внутренние права, а также паспорта Украины и заграничные, а также фотографию. Такое удостоверение существенно расширяет перечень стран, где граждане могут пользоваться автомобилем. Получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории стран, присоединившихся к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года. Это значительно расширяет географию, так как национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Отмечу удостоверение международного образца. Действительно три года стоимость услуги всего 34 гривны, 16 копеек. В это воскресенье одесситов ждут на благотворительном тренинге-семинаре по духовному развитию, который пройдет в помощь семье Ращенко. И напомню, 17-летний Миша попал в страшное ДТП. Мальчик получил черепно-мозговую травму, 8 переломов и ушибы внутренних органов. Долгое время не мог прийти в сознание. На реабилитацию сына родителей Миша уже потратили несколько миллионов гривен. Но с каждым днем сумма цены здоровья парня растет. Мы хотели, чтобы не просто люди пришли, внесли пожертвования и мы помогли семье Ращенко. Мы хотели, чтобы люди получили что-то взамен. Раньше это были концерты, аукционы. Сейчас вот такой вот тренинг-семинар, на котором можно получить знания, которые пригодятся в повседневной жизни. Волонтеры каждый раз стараются придумать необычные и полезные мероприятия. На этот тренинг-семинар они пригласили интересных спикеров. Это Александр Казакевич, основатель и ведущий педагог школы Красноречия Алена Шуба, Миссис Мира 2013, и кандидат психологических наук Игорь Геллер. К слову, тренинг состоится в это воскресенье. Всех желающих помочь ждут с 11 до 18 часов в бизнес-центре Уолл-стрит, в переулке Витца, адмирала Жукова 14, возле Греческой площади. Цена билета – 1000 гривен. Все собранные средства будут переданы на лечение Миши Ращенко. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Непременно увидимся в 18.00. Оставайтесь с нами.